Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Total War Warhammer 2 за скайвинов на очень высокой сложности. В прошлой серии мы в очередной раз уничтожили Малекита и еще одну армию Хагрефа, правильно? Харганета, простите, пожалуйста. И продолжаем двигаться все дальше и дальше на север, чтобы забирать, наверное, Медвежий остров у нас... У-у-у, аж где? Медвежьим островом, наверное, займется эта армия, хотя она тоже как-то не туда идет. Или мы две армии туда подведем, к Медвежьим острову, хотя обороны там особо нет, но в любом случае идем тогда... Давайте посмотрим. В принципе, нет, надо, наверное, идти все-таки забирать этот Медвежий остров, и тогда у нас будет север зачищен. Прыгаем сюда. Дальше... Эта армия у нас готова уже забрать ущелье. Какое-то последнее, по-моему, поселение Нагоронда на... На Гаронде. На Континенте Нагоронд. Только... Харганет остался один здесь, по-моему. А вот еще что-то виднеется, да? Но с этим мы тоже, я думаю, скоро разберемся. Так, сейчас я проверяю. Скроук у нас еще не ходил. Скроук идет забирать вот это поселение теперь. Зачистка прям очень удачная у нас идет. Улучшаем. Надо еще вот это вот ущелье будет сейчас захватить. Наверное, скролку не пожалею пару ходов на восполнение потерь. Заберем это поселение, чтобы у нас была тоже полная провинция здесь. Как здесь. Потому что с едой у нас еще есть кое-какие проблемы. Недостаточно ее все же на содержание такого количества поселений у Скайвинов. Поэтому будем стараться как можно больше поселений. Особенно новых, которые еще денег особо много не приносят, да? Перестраивать на производство пищи. Пища. Оп. Кто-то здесь все-таки не отходил свой ход. Про кого-то мы все же забыли. Ладно. Одна армия, которая бездельничает. О, эти уплывают. Молодцы. Нагоронт понял, что на этом континенте ловить уже нечего. Пора сматывать удочки. Так. Харганет пока что тоже... Ага. Вот его армия куда-то отходит. Хорошо. Нужно будет сейчас пойти эту армию попробовать таким догнать и перекрыть. Смотрите. Тут серьезные армии уже даже у этих ребят с варгульфами. Я думал, они только нанимают всяких... Всякую нежить скелетов там и все остальное. А варгульф... О, боже мой. Собираются. Собираются. Но хотя бы они не разоряют это поселение. Да? Не в режиме налета стоят. Хотя бы это радует. Как вот эти, например, ребята. В режиме налета стоят. И... Делай с ними что хочешь. Так. Тут у нас, в принципе, норм. Где там у нас неизбежное восстание? Следующее. Здесь? Здесь, да? Окей. Я думаю, мы его... Переживем без особых проблем. Хотя нам даже переживать особо не надо его. Мы сейчас в это поселение как раз и идем. Да? Поляну отравы тоже нужно будет занять, я думаю. И тогда у нас две провинции будут еще полные. Все, двигаем потихонечку. Дальше. На север, наверное. И потом, блин, тоже опять же двигать именно чисто на север, наверное, не самое удачное решение. Надо было две армии отправить сюда. Уже выжигать Ултуан. Не то, чтобы захватывать я Ултуан хочу сейчас, а именно просто разорять и уничтожать там поселение. Было бы весьма неплохо. Ладно, Квик, посиди еще ходочек здесь. Или не сиди ходочек здесь, а выплывай сразу. Пусть быстрее восстание будет, да? Мы эту армию как раз сейчас вернем обратно. А, у нас вот тут вторая армия, точно. Все, хорошо. Тогда... О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. То поплыл бы сейчас через территорию, где гроза. Потерял бы часть войск. Да, поплыли, наверное, потихонечку. Сейчас соберем эти две армии и... О, ветра благоприятные. Давай, переходи в режим полный вперед и поплыли. Сейчас немножко ништяков еще по дороге пособираем. А как раз эта армия здесь и восстание разгребет, и, может быть, что там надо поляну отравы было захватить. Ну, или, может быть, скролк этим займется. Так, хорошо. Давайте посмотрим. Кто еще у нас свой ход не сделал? Куда мы тут прыгаем? Вот сюда, наверное. Прыгаем прямо под стены и потом будем забирать это поселение сразу же. Так. Сколько тут до восстания? А тут восстание пока что отменяется. Значит, полным ходом к ущелью ледяных скал идем. Так. Я чувствую, что я кого-то еще забыл. Кого-то обделил, мне кажется. Да. Скруля, у которого проблемы с дисциплиной. Давай. Не дошел? О, дошел. Отлично. Ну, что? Мы оккупируем это поселение сразу же. Восемь. Вот это другое дело. Вот это другое дело. Это не он был. Блин. У него четыре по-прежнему. Как так? Мне какого-то другого лорда выделили. У него по-прежнему проблемы. Так. Этот товарищ у нас идет. Я даже не знаю, куда идти ему. Я хотел вот это поселение найти. Я пока без понятия, где оно. Наверное, вот тут вот все-таки, где-то с этой стороны. Так, тихо. Ставь. 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 Хорошо. На острове. Да. Здесь они гидр могут нанимать. Ну, кстати, все равно как-то они не особо развиты, по-моему. Так. Но в любом случае, это поселение. Мы попробуем. Посмотрим. Вызов землетрясения. Стены построек в указанном поселении. Мы посмотрим, что будет. Просто интересно. Опять же, мне уже об этом, наверное, 20 раз написали ребята, знающие, что будет при этом. Но серии записываются наперед сейчас, потому что я надеюсь, что на этих выходных будет по две серии Вархаммера. Чтобы мы слишком не затягивали. Слишком не затягивали. Нам еще тут воевать и воевать все-таки. Так. Все? Все. А. Стоп. Стоп. Нет. Я хотел дальше посмотреть все-таки. Сюдой. Сколько тысяч? Один ход. Через один ход у нас наш раненый ассасин освободится. Волевой лидер. Сипрос. Кто-то из новых, опять же, наверное, да? Так. Ммм. Возвращается. Армия Нагоронда все-таки. Два флота тут плавают. Мы их трогать не будем, наверное. Они далеко от битв текущих плавают. Колесница смерть. Прикольно. Мне понравилось. Я уже попробовал колесничку такую. Когда я играл за вампиров, не было этого отряда еще. Так. Хорошо. Действия в готовность в службе. Давайте мы сейчас посмотрим, куда мы тебя отправим. Отправим. Где он, кстати, я что-то не вижу. А, вот он. Хорошо. По-моему, у Квика, да, его забрали. Квик. Да, у Квика не хватает одного отряда. Значит, двигаем. Восстание, восстание, действия вражеских героев. Налеты, налеты, восстания неизбежные. Так. Квик, наверное, подождет. Ассасинчик сейчас как раз, да? И... Давай. Полторы тысячи получили. Посмотрим, что вот эта вот Мара Длань Гнева будет делать. Заодно. Так. Раз тут Квик есть, этот отряд может идти поляну отравы. Занимать. Хорошо. Сразу. Восполняем потери тут. Стоп. Там что-то было. Да, были шкуры. Или меха. Так. Хорошо. Эта провинция у нас есть. Этой провинции у нас еще нет. Но это ненадолго. Так. Так. Теперь и эта провинция у нас есть. Хорошо. Кстати, что там у нас? Глобальные события. Приобретенные способности. Я хотел посмотреть на вот эту. Блин. На максимальное, да? Искусство атаки, да? Повысилось у нас. Плюс семь атака в бою. Это для лорда. Аура дисциплины при нападении. Морская душа. Грабил даже где-то немного. Так. Хорошо. Еще еды немножечко получим. Теперь, что мы там тебе качали? Я уже не помню. Ужасный тринадцатый. Да, вот что мы тебе качали. Это точно. Так. Здесь оборона есть. Я думаю, они выстоят какое-то время. Восполняем потери сейчас вот этим двум армиям. И идем дальше в наступление. На север. Может быть даже три армии на север отправить, три армии на Ултуан? Мне кажется, было бы так даже лучше. Тем более, в Ултуане будет тяжело. Там во всех поселениях неблагоприятный климат. Поэтому там будет тяжело захватывать поселения и восстанавливать потери. Это мы будем делать, но потихоньку, не спеша особо. Урон сквозь доспехи. Давайте урон сквозь доспехи какому-нибудь этому дадим. И атаку в ближнем бою повысим для нашего боевого лорда. Или может быть ему надо было урон сквозь. А у него, по-моему, и так может быть. Этот урон сквозь доспехи. Так, качаем тебя дальше на распорядителя. Здесь эта ветка прокачана с магией. О, колокольню завезли. Новую. Хорошо. Так. Этот товарищ сейчас, наверное, как раз пойдет к Медвежьему острову. Потом он прыгнет просто сразу на этот Медвежий остров. Я думаю, он его захватит сам. И это поселение, думаю, тоже в следующем году мы захватим. Здесь лагерь есть, Медвежий остров. Да, это все получается. Здесь только два поселения осталось. И север захвачен. Здесь вот это разоренное будет тоже забрать. Ну и, да, вот тут вот еще тоже где-то что-то осталось непонятное. Надо будет его тоже обязательно забрать. Тут, кстати, как у нас дела? Тут восстание. Вполне возможно. Кстати, наверное, я лучше тогда вот этим отрядом... Вот. Займу алтарь. Блин, надо было сразу, да? Займу алтарь. Хотя его надо в бой прокачать, потому что у него дисциплина ниже. Ладно. Он пойдет штурмом брать то поселение. Медвежий остров в смысле. Окей. Кто там где у нас? Снова восстание, да? Мы как раз его ждем. Ждем, не дождемся. Здесь как раз... Этот... Квик в ожидании чуда. Мы не походили только вот этим, да? Ну что, заряжаем его. Вызов землетрясения. Так, так. Просто небольшое, совсем небольшое повреждение строений. Весьма такое скромное повреждение строений. А мне там писали... Писуны одни. О, что? Целый город уничтожает полностью. Ясно. Но мы теперь знаем. Ну и теперь у нас будет на 500 золота больше за каждый ход прибавляться. Потому что не будем терять доход на содержание бесполезного юнита. Ну как, он там может быть и полезный был бы, да? В других каких-то ситуациях. Но... Нет. Надо, кстати, в дипломатию заглянуть сейчас. Давненько я там не был. Может быть, я уже стал снова надежным. И тогда можно будет с братством Некрарха что-нибудь заключить. Было бы очень хорошо. А то меня вот это вот все пугает немного. Это я не знаю, как я с ними буду воевать. Буду ли я с ними воевать? И стоит ли вообще это делать? Так, нападение на гарнизон успех. Восстание неизбежно. Где? Ага. Ясно. Восстание. Налет, 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 налет. Ждем. Все эти налеты... Слишком много налетов, слушайте. Надо от них, может, избавиться как-то. Где мы все ждем и ждем. Так, вот туда восстание намечается. Пик дракона. Аааа. Да, ты, наверное, пойдешь сейчас в пик дракона. Тут как раз все равно восстание будет. Хорошо повоюешь с повстанцами. Тебе это определенно понравится. Может быть, там даже несколько боев получится отыграть. Так что будет все здорово. Так, хорошо. Ну, пока что... Железные льдины забираем. Разоряем. Да, наверное, просто занимаем. Может быть, просто если бы мы разорили, то в следующем ходу пришлось бы еще на оккупацию тратить ход. А не хочется. Хочется сразу дальше двигаться к Медвежьему острову. Как раз две армии к Медвежьему... А, там не надо две армии на этом Медвежьем острове. Еще я парюсь. Одна армия там без проблем каких-либо справится. Так, Скролл, как у тебя дела? Неплохо, в принципе. Здесь... Тоже, в принципе, дела норм. Вот, восстание. Возвращаем, наверное. Или Скролл сюда пойдет. Ну, кстати, Скролл сюда пойдет. Стань вот сюда, где-то рядышком. И дальше восполней потери. А этот товарищ... Из города выводить его не особо хочется, если честно. Не, нормально. Вполне. А он тут в засаде сядет. На всякий случай. И как раз тем... Таким образом все ближе и ближе будет подходить к тем ребятам. Эти стоят. Ничего не делают. Что меня очень радует на самом деле. Ладно, потратим... Здесь... Колокольню поставим, чтобы порядок поднимать. Потихонечку, потихонечку. Так, так, так. Все. Восстание. Да, все понятно. Проверяем сейчас, чтобы... Ни про кого я не забыл. Вот. А я же могу... Нет, в режиме полный вперед я не могу на него. А так, наверное... Нет, не смогу в любом случае. Ну и ладно. Сундук с картами. Слушайте, хорошо. Блин, Шторм сюда перешел, да? Ну мы можем этот отряд все-таки дальше отправлять в сторону Ултуана. Ему там могут, конечно, вломить. Но могут и не вломить. Так что... Тут никогда не знаешь. Давайте... В дипломатию я хотел заглянуть. Я по-прежнему переменчивый. И отношения у нас ухудшаются уже. Снова ухудшаются отношения. Блин. Так хотелось с ними военный союз заключить. Вот было бы хорошо. Но все равно отношения достаточно высокие, так что... На нас... А, кстати, да. Можно же попробовать... Все-таки они наши типа союзники уже. Можно попробовать вступить им в войну. 29-29. Низкий шанс. Тоже низкий шанс. Отвергли наше предложение. Так, отличное предложение. Как-то его могут отвергнуть, но... Ладно. Продолжаем дальше. Увлекательное истребление на Гаронда. Надеюсь, я всеми сейчас походил уже. Ну, вот про этого забыл маленько. Ну, ладно. Так, смотрим сейчас, что будет делать вот эта вот армия на Гаронда. Куда они двинутся? Я почему-то не очень уверен в наших силах. Даже с максимально затрат... С максимальными затратами на еду. Я, наверное, не буду еду тратить. Я отдам им это поселение просто-напросто. Они его забирать, может быть, даже не будут. Просто разорят его и отступят, да. Это хорошо. Это меня, в принципе, устраивает. О, тут ребята под штормом поплавать немного решили. Отличный план, слушай. Плавайте так дальше. Потом, когда ко мне подплывете, я вас... Из порта попробую бахнуть прямо на воде. Взоран. А, я все хотел на стоянку Ориану глянуть. Ее, по-моему, можно уже улучшить было бы. Они защищают просто это дерево. Вдруг там восстание какое случится. Они тогда и... Разберутся. Так, верность плюс один. Обязательно. Ритуал Латерна сорван. В чем никто, наверное, не сомневался. Засада у меня сорвана. Полная неудача. Отлично. Поселение разорено. Сто баксов забрали. Шелудивы и псы тоже ополчились против нас. Что там? Задание получено. Получите следующий доход от налетов. Ммм. Ну такое. Ну такое. Так. Окей. Эта армия идет, добивает вот этих ущербов. И теперь идет потихонечку сюда. Да? Я думаю, да. Собственно, как и эта армия тоже идет потихонечку. Через лес мы типа не перепрыгнем, да, никак? Ладно, тогда сюда идем. Их, если перехватят нас на этом, мы их разобьем, я уверен. Двигаем дальше. Отлично. Так. Что там? Куда мы тебя качали? Вы распорядители. Наконец-то. Наконец-то. Так. Скорость в качале. Ассасину. Яд. Виктория! Все. Дальше. Кто у нас? Скролк восполнил уже потери. Прекрасно. Давайте мы уничтожим эту армию. Чтобы они нам доход наш не портили своими проклятыми налетами. Хорошо. Так. И теперь Скролком и Наверное, Скролк вместе с Квиком на пару пойдут плавать потихонечку, да? О, Малекит идет. Ну, плывет. Хотя, наверное, надо было выйти здесь. Сейчас они они здесь не высадятся. Все хорошо. По идее, не высадятся. Может быть, здесь как-то можно высадиться на берег. Не знаю. Так. Хорошо. Давайте смотреть, что у нас тут дальше. По плану. Дальше по плану. Прыжки к Медвежьему острову. И повышение верности у Скруля. Блин, уничтожил полностью, да? Вот зараза. Ну, пятерка хотя бы уже неплохо. Так. Или пятерку мы эту взяли, наверное, да? За две с половиной тысячи только что. Я просто не посмотрел, какому лорду это перепало. В общем, такое. Так. В принципе, можно его тоже на Медвежий остров отправить. А, да, я забыл совсем. Он у нас идет вот куда-то сюда. Я, правда, не знаю, как как он будет сюда идти. Как минимум, давай сюда остановись. Вот в этом ущелье. Тут нету пока столицы. И из-за этого восстание может произойти где угодно. Что неприятно. Так. Давай. Оп, оп, оп. Чуть ближе еще куда-нибудь. Можешь? Чтобы без потерь обойтись. Вот так вот. Разве что, да? И потом идем займем вот это, вот это вот сюда попрыгиваем забираем поселение уничтожаем это и тылы у нас прикрыты в принципе будут. Дальше идем в полномасштабное наступление на на восток, да? Так. Сейчас проверяем. Квик готов уже ждет и жаждет боя. О, кстати эти приблизились достаточно близко уже. по идее, да? Сейчас я сохранюсь на всякий случай. Ага, они как приблизились, так и отблизились. Проклятые. Теперь мы тоже там не боевые потери несем. Хоть и небольшие, но все равно потери. так, окей кто там еще у нас кроме Квика не отходил. Все. Давайте сейчас 8000 вложим в поселения какие-нибудь. Наковальня эта была разграблена не так давно. Ясно. Здесь давайте что-нибудь построим. Да, колокольня нам не надо. Окей. Все. Заканчиваем ход. Хорошо уже. Более-менее больше ходов получается сделать. Не 1-2, как вот где-то в середине игры. А сейчас уже и противников поменьше стало. Но у нас правда тоже своих армий побольше. Ну сейчас авторасчета больше. Потому что захваты поселений мелких несерьезные. Что ты камеру мне сейчас 2 часа будешь до них поворачивать? Где-то там драконы бегают. А, там где-то у нас поселение в осаде. Нужно будет сейчас глянуть. Я забыл про него. Вот, Скеги например в осаде. И было бы неплохо эту осаду тоже снять. Я очень надеюсь что мы сейчас О! Уплывают. Уплывают ребятки. Блин. Вот тут вот этот вот ковчег очень не кстати будет. Прям ну очень не кстати. Кража технологии успех поселения в осаде. Давайте посмотрим здесь сразу мы окей я надеюсь мы сейчас раз а подожди 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 раз засада так шансов больше и незначительная победа хорошо это мы сделали давайте смотреть постройки избыток оп камеру мне разверните пожалуйста на место вверх ногами зафигачили ее так с кеги ну-ка обрадуйте меня тоже незначительная победа хорошо это хорошо так давайте смотреть где там кто у нас плавал жалко на карте вот они стали никуда уплывать ого че им уплывать у нас тут половины уже отрядов нету практически да третья нет уплыва коварный план чтобы подвести меня под этот ковчег наверное давайте сейчас ну а по идее раз они уплывают значит они понимают что керосином пахнет а восполнить давайте восполним потери лучше плотоводцы ушатали так надо уплывать из этой провинции тут неспокойные воды вот сюда отлично чтобы больше потерь не нести у этих сопротивления наверное к потерям да вроде они есть а вроде как и нет дальше давайте смотреть что тут кто высаживается где-то я видел здесь дракона это наверное вот этот вот да товарищ на драконе тут бегает идем забирать его поселение наверное 13 да без проблем пошли без проблем говорю да может и с проблемами может но возьмем с собой пару крыс дополнительно и пойдем это сопротивление неспортивление к физическому урому там небольшой все они потерпают страшно так начинаем развертывание количество маны меня устраивает давайте что мы дальше отходим да тут у нас вроде норм по душе по душе по душе Отойти чуток Так, хорошо Пересобираем наши Войска, монахов Куда-нибудь внутрь, здесь и здесь Так Рассредоточимся Пошире О, есть штормокрысы уже Хотя бы это радует Но перед вызовом штормокрыс Нам нужно будет вызвать простых крыс Хотя бы немного Колеса, может быть, там конница противная есть У колес скорость 83 Не такая уже большая Ничего себе Смотрите, да, одна лычка Десятку скорости прибавляет Одна золотая лычка Все остальное там по копейке, да А десятка скорости Все-таки это, ух Весьма заметно Да, ладно Так, ну мы готовы Давайте начинаем Пусть идут к нам потихонечку Пушки Фокусят, наверное, сразу Или опять же Не сразу, да Наверное, стоило бы Ладно, фокусят сразу Походу Да нет, вот по кому-то Стреляют по пехоте Немного, да Какая-то одна из пушек Непонятная Ну ладно Пусть фокусим Да, мы лорда вражеского А дальше уже Будем разбираться Вызываем сейчас Пехоту Для отвлечения Внимания Крыски не спеша Бегут себе такие Я бы вызвал бы еще Вот этих крыс тоже Давайте вот, кстати, попробуем Против этих лучников О, там не только лучники Я понял Там еще и тени Давай еще Ну куда ты Куда, куда ты Пошел Все, отъезжай Можно отряд Штормокрыс Еще вызвать Куда-нибудь Сюда Дополнительно Чтоб мана Быстрее восстанавливалась Да Быстрее начинала Восстанавливаться Пока мы еще Поддержим Я надеюсь Какое-то время Этих ребят Так Ну-ка Идем Неужели ты на На нашего лорда, да? Окей Ух Залп хороший пошел С лазерных Орудий С наших Все, стреляйте Куда хотите А мы пока будем Лорда выпиливать В рукопашку Потом пойдем В атаку В принципе Можно уже Идти в атаку Я думаю Давайте сейчас Колеса отправим И Лорда уничтожили Все, прекрасно Одно колесо Катится Давайте второе На конницу Отправим сюда Все, окружаем Мерзостей Врываемся Мерзостями Сюда Так, давайте Вот сейчас Вот этих мы Ребят Перекроем С двух сторон А эти Двое Сюда идут Так Копейщики Как раз На конницу Окей Окей Стрелки 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 Я даже Не знаю Колесо Давай Ладно Не хотят Драться С нами Пойдем Драться Со стрелками Давайте Вызываем Сюда Подкрепление Колесики Наши Страдают Там Немного Немного Эти Ребята Тоже Не Просто Какие Либо Там Неумелые Стрелки Да Как У Светлых Есть Отряд Такой Самый Первый Обычные Стрелки Ничем Не Примечательные Так Лорды Давайте Тоже Заезжайте Вызывайте Подкрепление Окружаем Противника Полным Ходом Я не Вижу Монахов Почему То Где Монахи Давайте Эти Отряды Тоже Вызываем Так Так Не будем Нет Пусть колесо Развлекается Здесь Здесь Порядок Порядок Идем Возвращаемся О Конница Наша Страдает Маленько Конница Говорю Наша Наша Орта Страдает От Конницы Маленько Но вроде Ничего Нормального Мерзости Давайте Тут вроде Разобрались Уже Разгреблись Все уже Убегают И там Все убегают Нормально Даже крысы Нам не нужны Были Эти Че ж так Авторасчет Нас недооценивает А Че ж Недооценивает Нас так Авторасчет Мутин Мутин Это вот это Да Мутин Окей Еще постреляем Может немного Ортой По ним Оп Все Постреляли Видимо Пострадали Немного Вот эти Вот ребята У нас Чутка Отхватили Неплохо Нащелкали Эти Штормокрысы Штормокрысы Говорю Монахи Вот Но Колеса Колеса Крутые Окей Я бы даже Вместо монаха Лучше бы Два отряда Колес Был Честно Скажу Колеса Мне больше Нравятся Так Хорошо 18 еды Нам вернулось Немножко Да И поселение Мы еще Новое Заняли О Спасбросок Слушай Ты Я не буду Тебе менять У тебя верность Падает Не стоит Наверное Так Что тут Скорость Да Пошли Окей Наверное Все же Колокольню Для начала Построю Потом Торговое Здание Колокольню Чтобы быстрее Общественный порядок Здесь поднимался Зловещая Поляна Вот это Поселение Осталось И мы Его Тоже Сейчас Забираем Отлично Еще Одна Провинция Четыре Тысячи Ладно Забираем Хочу Разорять Его Лишний Раз Так Так И провинция На еду Ее Настраиваем Вот Хорошо Осталось Вот тут Немного Поселений Да Хагрефа Этого Харганета Блин Почему я его Хагрефом Называю Харганетом Так И Давайте Посмотрим Что мы тут Делаем Прыгаем Дальше Раз Ты у нас Куда ты у нас Прыгаешь Давай Наверное Сюда Для начала Чтобы Потери Нести Лишний Раз Так И Смотрим Квик О Да Квик Может Флотоводца Бахнуть Это Может быть Опасно Он Отступит Наверное Да И Далеко От меня Не уйдешь Это Хорошо Мы Себя Обезопасили С Воды Осталось Только Чтобы Вот этот Товарищ Маликит Да Собственно Не напал На Квика Но мы Сможем Отступить Если что Надеюсь Он Не сильно Далеко Плавает Потому что Если у Маликита Там Какие-то Серьезные Пехотные Войска Они выпилят Нам Очень Много А то И выиграть Вообще Могут Даже Уничтожив Полностью Всю нашу Армию На воде Авторасчет Мало того Что сам По себе Не очень Да А на воде Это вообще Жесть Так 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 Отзирателя Тебе Взяли Хорошо Кто там Дальше У нас Скроук Можно Скроук Кстати Я не знаю Как насчет Подкрепления На воде Работают Нет Скроук Я думаю Можно Вести Уже На тот Континент Потихоньку Тут Мы Этот Зачистим Тут Пару Арми Еще Остались Так Что Можно Запросто Вести Его Ну Как Запросто Тут Могут Быть Проблемы С Восстаниями Да Которые Уже Сами По себе Заставят Нас Немного Поволноваться Вот Но Все же Да Поэтому Давайте Колокольни Везде Где сможем Построим В этих Поселениях Чтобы Уменьшить Шанс Восстаний О И вот Это Поселение Тоже Надо В первую Очередь Наверное Улучшать Так Как у Нас Тут 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 Все Красиво Пока что Из-за Того Что Было Восстание Недавно Ладно Кто-то Из Лордиков У нас Тут Уровень Поднял Берем Ужасный Тринадцатый Тебе Тоже Штормокрысы Лишними Не бывают Да Это Наш Плавающий Лорд Так Тихо Тихо Я так и не Придумал Куда Скролка Отправить Да Что Ему Сделать Да Наверное Пусть Плывет Потихоньку Потихоньку Вот Сюда Будем Разбирать Эти Поселения Захватывать Захватывать Да Наверное Каждый Ход Захожу Чтобы Как-то Наладить Дипломатические Отношения С этими Ребятами Да Все Никак Ладно Заканчиваем Ход И плывем Уже На Ултуан О На Гарунда Смотрите Да Сила Совсем Ослабла Отступает Хорошо Ултуан Надо Начать Захватывать С Латерна Мы Не Можем Помириться С самим Латерном Но Я надеюсь Что Он Не пойдет На нас Нападать Да На те Поселения Которые Мы будем Удерживать Тут Конечно Захват Будет Более Медленный Ултуана Потому что Там Будет Из-за Неблагоприятного Климата Тяжелее Все Забываю Посмотреть На У У Они Таки Тут Расплодились Да Вот Твари Сейчас Будет Смешно Если Они Мне Повыносят Все Поселения Там Столичные Наши Вот Это Будет Неприятно Надо Этих Мелких Мерзостей Наверное Сразу Искоренять Так Казна Казна Пуста Ух ты Ну да Из-за Всех Этих Нападающих Хорошо Сейчас Мы Где У нас Вот Собственно Открыто У нас Восстание Поселение В осаде Вот Тут Да Будет Нелегко Даже В засаде У них Волки будут Бегать Постоянно И мы Сейчас Несем Потери Уже Понесли Потери Из-за того Что я Что-то Я не подумал Что может Мы можем Так в минус Пойти Жестко Ну ладно Придется Сейчас Тратить Крыс 11 Всех Возьму И Пошли Сражаться Никуда От этих Боев Не денешься Сейчас С этими Ребятами Блин Вот если Они Сейчас Посерьезнее Войска Подведут Да Это Будет Жестко Они Мне Реально Здесь Сейчас Все Выпилят Шелудивые Псы Проклятые Собрали Армию Но Опять же У них Самые Первоуровневые Орки Здесь А у нас Даже Катапульта Кстати Есть Так что Так что У нас Тут Есть Шансы Давайте Сыграем На всякий Случай А вдруг Варбомба Да Все Правильно Так Катапульты Надо Ближе Подвезти Да Вот сюда Пехоту Так Верните Мне камеру На место Пехота Не Есть Выстраиваем Ее Как Нибудь Вот Так Да Возле Катапульт Прачники Где-то Я не знаю Где они Встанут Где-то Вот За пехоту Они Будут Перестреливать Интересно Через Пехоту Или Нет Вряд ли Конечно Но Посмотрим Так А вот Эти Ребята Эти Ребята Думать Волки Волки У них Быстрые Очень Поэтому Посмотрим Так Давайте Скорость Включаем Пока Сейчас Катапульта Первые пару Залпов Даст Я надеюсь Да Полетели Давай Катапульта Подъезжай Они Что-то Слишком Быстро Скрылись Ведут Свои войска Не хотят Конечно Идти В атаку Прям Вот так Слишком Растянутыми Да Давай 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 Сейчас Бомбануть Их Маленько Ну Смотрите Хотя бы Против Гоблоты Против Сей Этой Наши Крысы Держатся Довольно Долго О Хорошо Красиво Бомбанули Катапульта Ведет Обстрел Уже Выводим Тогда Наших Бойцов Немного Вперед Прощники Сейчас Через лес Пойдут Наверное Да Волки Тоже Через лес Пойдут Конечно С флангу Зайти Милое Дело Хм Крысоограф На них На этих На волков На волков На травить Что ли Давайте Кстати Сейчас Куда-нибудь Еще Пехоту Высадим О Лучников Как раз Гоблинов Давай 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 Пошли Пошли Гоблоту Эту Резать Будем Сейчас Как Тут Псы Уже Я вам Отключу Наверное Или не буду Отключать Режим Давай Стреляем Стреляем Долбим Волков Из лесу Конечно Тут Особо Не Подолбишь Может Быть Имеет Смысл На пехоту Сюда Переключиться Все же Не успел Взорвать Крыс Давайте Сейчас Еще Сюда Вызовем Песики Вот Тут Окружили Хорошо Может Быть Сейчас Что Получится Давай 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 Держим Строй Не Уходим Никуда Это Красиво Было Вот Это Было Красиво Это Был Хороший Взрыв Тут Габлота Уже Убегает Это Радует Так Крыса Угры Тоже Что-то Стали Обездельничаю Тут Понимаете Пехота Пошла Наверное Крыса Угров Сейчас Куда-то Вот Сюда Заряжу Да Стрелков Сюда Эти бегают Пока Нормально Блин Волки Опять же Ну Как я и думал Волки Позорные Эти Пошли Вот Это Кровавая Бойня После Взрыва Да Это Жестко Было Ну Хорошо Что у них Кстати Дисциплина Совсем Страдает У нас То Дисциплина У наших Войск Уже Немного Прокаченная Вот А у Этих Ребят Дисциплина Низкая Поэтому Они Уже Бегут Крыса Огры Пошли Лучников Гонять Лучников Гонять И Давайте Наверное Все Остальные Отряды Тоже В Атаку Стоп О Прачники Как раз Здесь Удачно Сидят Что там У вас Волков Перебили Я понял Тут Еще Немного Осталось Да Отключим Режим Перестрелки И пусть Они Сюда Идут Катапульта Стреляй Сюда Габлота Я даже Соскучился Немного За уроками За гоблинами За всякими Просто В мясо Полетел Куда Ты Дружок Да Хорошо Как Мы Еще Не Победили Я В шоке Что-то Сюда У нас Подкрепление Бодрое Идет Не то же Да Сейчас Убегают А потом Как прибегут Все дружно Только Я и знаю Что Бегай За ними Прачники Там Наших Настреливают Да Крыса Можно Было Не брать Определенно Крысы Здесь Были Не нужны Только Еду Потратил 15 Еды В никуда Ушло Все Хорошо Шелудивые псы Скуля Убегают Единственное Что они Тоже В режиме Налета На нашей Столице Могут Нам Делов Тут Наделать Просто За счет Того Что Будут Много Денег Выпиливать Из нашего Бюджета Одна Виктория Простите Меня Ты Не вернулся Самое обидное Что у них Вторая армия Они сейчас Могут Тут Расплодиться В десятку Армий В итоге И на всех Этих Налетах Будут Проблема Но мы Хотя бы Сейчас Пять тысяч Пять тысяч Реально В никуда У меня Уходило За счет За счет Чего Кстати Просто Мы Атаку Отбили Да И мы Вышли В пять тысяч Плюса Как-то Непонятно Короче Что здесь Было Но да Ладно Поплыли Наверное Сейчас В нормальном Режиме Доспехи Доспехи Удачи Так Тут что-то И тут И тут Потери у нас Какие-то Ага Ладно Плотоводец Еще один Давайте Смотреть Что мы С ним Тут Я надеюсь Что без Проблем Ну да По идее Это было Как раз Без проблем Но Опять же Потери Так Давайте Смотреть Где у нас Еще тут Осады Будем Все эти Осады Сейчас Исправлять Потому что Мы теряем Много денег На всем На этом Деле Вот еще Одни Повстанцы Которым Мы сейчас Конечно же Возвращаемся Станем Где-то Пока что Рядышком Хотя Наверное Даже Сразу В столицу Зайдем И все Так Хорошо Еще Где-то Было У нас Поселение В осаде Вот это С этим Мы тоже В принципе Разобрались Хорошо Противник Погиб В битве Но Они С нового Лорда Наймут И Новая Атака Будет Конечно же Да Я даже Наверное Сейчас Деньги Тратить Не буду Учитывая Сложившиеся Обстоятельства Надо Будет Оставить Запас На случай Если мы В минус Пойдем Да Так Что мы тут Тебе качали В скорость Тебе прокачали Давай В ближний бой Дальше качать Ассасинчик Тоже Бомбу Тебе Это Скролл Да Был Так Смотрим Я уже Забыл Пока тут Один бой Провел Уже Забыл Куда Все Противники Делись Можно Кстати Быстренько Квика Сюда Отправить Да Да Захватить Вот это Вот эти Все Поселения Но нужно ли нам Это Может лучше Все таки Сюда Уже Плыть Да Забирать Ой Здрасте Здрасте Тут как-то Накладочка вышла Ребята Я не хотел Прям так Врываться Ох Сейчас Может быть Непросто Так Атаку Тебе Поднимем Если они Сейчас еще Вдвоем На нас Нападут Да Тупо Одни Эльфийские Ведьмы Вообще Блин Ну мы можем Отступить Здесь Колокольню Строю Тоже Чтобы Порядок Быстрее Поднимался Денег Не пожалею На колокольню Так Хорошо Тут Мне уже Нравится Мы доходим До этого Городишка Забираем Его И Разоряем Его 15 тысяч На дороге Не валяются Все же И Занимаем Теперь Его Хорошо Это поселение Мы Уничтожили Ну Точнее Окупировали Но уничтожили В том смысле Что оно Нам уже Проблем Не доставит Что самое главное Так Что мы Тебе Тут Берем Все Прокачено Все Прокачено Давай сюда Тебя качать Так Осталось Одно Поселение Здесь Вот этот Вот лагерь Аж далеко Далеко Скакать К нему Не перескакать Так Тут Тут У нас Еще Один Есть Скакун Который Хочет У Да А А Да ладно Врывайся Я думаю Две Ведьмы Один Отряд Два Отряда Ведьм Да И Смерта Ведьма Которая Будет Заклинаниями Плевать Но я думаю Мы справимся Хоть у нас И потери Здесь Кое Какие Мы можем В гарнизоне Тут Ход Посидеть Например Да И потом Напасть Но я думаю Мы справимся Без проблем Здесь Так Хорошо Нам уже Серию Пора Заканчивать Сейчас Я проверяю Чтобы все Походили Так Брат Квика Не походил Еще Он похож Нет По-моему Похож Так 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 Там В принципе Восстания Разгребутся Ты пока Тогда сиди И восстанавливай Свои потери Вроде бы Все Вроде бы Все Давайте Сейчас Попробуем Что-нибудь Где-то Построить Явно Хотя Здесь Тоже Было Было Неплохо 7000 Потратить Сюда Ну Я даже Не знаю Сложность Налоги А Тут просто Колокольни Не хватает Просто банально Убрать Вот эту Ерунду И построить Колокольню Что мы Не успеем Сделать До следующего Восстания Поэтому Давайте Лучше Хотя Это мы Не успеем Построить Да Вот это За 4 Хода Добавим В гарнизон В гарнизон Товарищей Товарищей Тут 7000 Я хотел денег Немного Сэкономить Да что-то Не складывается Это мы Пропускаем Это мы Тоже Пропускаем Это мы Пропускаем Так Вот тут Первого уровня Можно Улучшить Немного Там можно Быет Что-нибудь Тоже Колокольню Построить И Здесь Кстати Тоже Восстание Намечается У-у-у-у-у-у-у-у-у-у- В Его немного замедлят. Нам надо, чтобы один отряд где-то здесь остался. Неподалеку. Это флот плавает, да? Флот. Нам надо, чтобы отряд один неподалеку где-то был. Они все далеко у меня уже. Свалили. Ладно, короче, давайте заканчиваем ход. Все это строительство откладываем. Где-то восстание, да? Еще строительство, миллион строительства. Заканчиваем ход. Я думаю. Вроде бы я всеми походил, что самое главное. И в следующей серии уже продолжим с начала хода. Он плывет с себя. Ну, на защиту этих территорий плывет, в принципе, вполне логично. Это лорд на лошади бегает, да? Технологии ворует. Окей. Хорошо. Войска уплывают. Это меня радует. Значит, мы в следующем ходу высаживаемся. Первую высадку в Ултуане делаем. Он воевать, по-моему, вообще ни с кем не собирается, да? Он просто собирает свои армии возле двух моих поселений. Ну, чтобы скверную, да, распространять там хорошенько. Ну, что ты будешь делать? Он будет восполнять потери, да? Кто бы сомневался, в принципе. Он будет восполнять потери. И снова осады. Хорошо. Все. Я думаю, что на этом мы пока что серию закончим. В следующей серии продолжим разбираться со всеми этими осадами, со всеми восстаниями. И первая высадка в Ултуане нас ждет, я думаю. А пока что всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok